всем здарова два ядра 3 гига я рад приветствовать на своем игровом канале друзья и сегодня мы с вами проголосуем по крайней мере вы посмотрите за что иванов будет голосовать в этом году к сожалению придется голосовать именно за то только что представлено на этом игровом оскаре ну давайте начнем вот я еще не голосовал решил вам показать свой выбор и обосновать его почему так к сожалению здесь есть такие позиции с которыми я не согласен например очень сильно почему только игры совсем старые попали на лучшие игры двадцать первого года ну давайте номинанты погнали старт старт так давай кому сейчас переведем потому что перевести на русский вот погнали игра года признание игры которые обеспечивают лучший опыт во всех творческих и технических областях у нас дэд луп вот дэд луп получается мне вот это вот очень игра нравится получается так и тупо моему она называется по моему так вот потом метро прайм психонавты 2 рэчард и кланки resident evil village и я игра года я выберу вот угадайте какую я выберу рэчард и кланк сквозь мир и это эксклюзив от после 5 не из-за того что мне там какие-то другие не понравились нет потому что я в эту игру потратил более сотни часов она мне очень нравится она но один из эксклюзивов который я первый купил на playstation 5 и мне эта игра подарила уйму удовольствия до этого как в которой я прошел от начала до конца она правда очень классная игра и она меня возвращает такие игры меня возвращают детство именно вот вспоминается такое время 16 биток 32 биток вот playstation 1 вот такие мне нравятся платформеры я получил просто на все божественный кайф от этой игры реально она для меня это мой личный топ чтобы не думали что кого-то закечу или нет это моя лучшая наверное игра в этом году если бы не было рэчард и кланк я буду так выбирать и вторую альтернативу и я бы наверное бы проголосовал бы за вот это вот так то получается этот создателей игры там чувак дел про двух братьев очень интересно интересно было управление с двух стиков одним братом с 2 стик другим братом и еще там у него была игра про побег с получается с тюрьмы тоже до двоих игрок оперативного дела кооперативную игру наверное если тут не было в этом но не было рэчард и кланка я бы наверное выбрал бы вот эту вот игру как игру года понимаете потому что я объясню почему resident evil я посчитал тут они сделали больше упор на экшен на стрельбу на стрельба здесь говняная всратая то что я и говорил когда еще поиграл демку что она мне совсем не нравится понимаете вот психонавты нет потому что нету русского языка microsoft как всегда я не знаю обосралась на ровном месте очень много принципе хватает людей которые русскоговорящих русскоязычных пользователей иксбокса да понимаете но они даже не удосужились свою игру перевести на русский язык ну я не знаю metroid prime и metroid dream то есть это тут она получается вообще-то не эксклюзив нинденда и там по моему полностью они скопировали игру числе только немножко графику поставили там 20 лет недавности вот так что мой выбор это рэчард и кланк вот все голосуем погнали дальше а как дальше следующая категория нажимаем лучшее игровое направление награжден за выдающиеся творческое ведение инновации в игровом направлении и дизайне игровой дизайн ну наверное же за игровой дизайн я бы тут наверно отдал бы наверное здесь бабу тетута ретюрнул игровой дизайн или дед луп вот но мне я еще раз говорю дед луп мне не нравится как игра она такая ну понимаешь с этим вот такой вот день сурка якобы я не но то лучшее игровое направление игровой дизайн были что ли не знаю наверное это я дам все-таки свой голос чтобы быть честным потому что ну что тут рэчард и кланк примерно такой же какой и был раньше рэчард и кланк а эта игра на двоих вот принимает 2 получается я проголосую за эту игру вот что тут наверное более такой дизайн здесь был он более сложнее был потому что здесь нужно было как-то проектировать уровни чтоб на двоих это было интересно очень вот идем дальше какая-то следующая категория я боюсь этот переводчик как-то не очень мне переводит все лучший рассказ короче лучшая история за выдающиеся повествование и развитие повествования в игре лучшая история лучшие истории я конечно же выберу стражи галактики почему потому что это и ну в этой игре постоянно персонажи о чем-то разговаривают они там не замолкают она у принципе одна из немногих игр в этом году в которых нету этих платных лотбоксов и так далее хотя здесь принципе у всех игр нету этих лотбоксов да они такие именно сюжетные но я все же выберу выберу стражи галактики потому что это но там очень много разговоров и я думаю мне бы ну по по сюжету мне по на больше всего нравится потому что я же говорю там и музыка классно в этой игре практически все хиты с 80-х годов присутствуют и постоянно они не умолкают эта игра полностью переведена на русский в отличие от этого всего понимаете вот так что я выбираю нужно поддерживать получается эйдус монреаль я выбираю стражи галактики от марвел я обязательно сделаю на нее прохождение вот идем дальше лучшее художественное направление за выдающие творческое техническое достижение в области художественного дизайна и анимации но здесь получается за лучшее художественный дизайн и анимацию я ну блять ну только что не вот это вот что-то искусств искусный побег что это за игра такая вообще вот кена нет психо ну наверное дизайн наверное здесь стоит получается в области художественного дизайна и анимации наверное все таки по поводу дизайна если дизайна уровня и вообще как наверное все таки надо вот этого психоделику это выбрать наверное я выберу все таки поддержу xbox game studio и наверно выберу психонавты вторые потому что это реально я не знаю воображение это такие уровни странные очень какой-то как будто кому-то в голову кого-то психопату попали там ну мне она нравится именно как сделано вот визуально на просто там крышеснос на этом я не знаю такая вот психоделика я выберу психонавты вторые вот погнали дальше все таки потому что рэчард и кланку попроще намного ну а самые интересные уровни необычные такие там где удается ничего себе что вы там курили разработчики до такой вопрос можно задать это конечно же когда мы играем психонавты вторые ну следующая категория лучшая музыка короче друзья номинанты искусственный побег киберпанк дэдлуп стражи галактики и нейр репликант конечно же я выберу киберпанк потому что мне нравится вот эти вот особенно там есть классно очень треки особенно вот это вот вот это вот теперь чтобы где-то кто-то видео какой-то сделал там якобы под киберпанка обязательно оставляет музыку вот эту вот главную из киберпанка там классная музыка я считаю что там самая лучшая музыка хотя 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 подождите киберпанк это нормально да а стражи галактики там музыка бы извини меня все хиты восьмидесятых в этой игре представлена получается вот у меня сейчас такой выбор это получать из киберпанка 2077 и стражи галактики marvel и наверное все же я выберу подожди я выберу стражи галактики потому что спасибо большое эдос за то что она лицензировала вот эти вот старые хиты рок восьмидесятых это круто очень я выбираю стражи галактики друзья погнали дальше лучший звуковой дизайн признание лучшего звука и звукового оформления в игре это якобы сам вообще звук как сделан понимаете хэлблейда здесь второго у нас нету так бы наверно бы со своей бенуарной акустикой музыка бы получил бы наверно от меня бы премию лучший звук я наверное все же тут for the horizon есть дэд луп рэчард и кланк и резидент evil village и получается ретюрнул я здесь наверное я проголосую за резидент evil village деревня почему потому что там классный звук очень там каждый 40 сзади тебе из перья особенности в наушниках хороших играешь вот как у меня на звук там шикарный это еще по дэнке мне было ясно там просто классно сделано так что здесь вне конкуренции конечно будет резидент evil village я не знаю пишите вообще комментарии согласны ли у вас похожие были оценки отданы ли вы отдавали чисто вот если вы сидите на пока чисто за пока какие-то релизы или там кто там на playstation кто на иксбоксе я как вы видите все честно выбирают не придято хотя мог бы позже какой раз отдать бы свой голос за рэчард и кланк но я этого не делаю идем дальше лучшее представлениях чё выдается физическому лицу за озвучку съемку движения или перформанс left in strange left in strange far cry 6 dead loop resident evil village леди димитреску она играла вот эту вот женщину ну тут короче полное этническое разнообразие смотрите как они сделали смотрите как уже по что превращается game over смотрите азиаты все короче все нации вот ну я не знаю я наверное вот этого вот джон-карло эспозита выберу потому что мне нравится как актер он красиво очень в игре представлен там ну прям вообще его скопировали отлично его лицо мимику и все на свете я все-таки выбираю far cry 6 вот вот и мне он нравится вообще как актер очень этих я вообще первый раз в жизни вижу кто такие особенно вот это вот леди димитреску вроде президенты был нормально было здесь какая-то такая сестра собчак получается такая лошадиная какая-то рожа у меня игры для воздействия для игры заставляющие задуматься с про социальным смыслом или посланием а игры которые заставляют задуматься ох ты вот это будет самая сложная для меня номинация гуд буверн кот офиксы мамочки мои честно я не в одну из этих игр не играл только знаю хорошенько про лэйп стрэндж лэйп стрэндж ненавижу это вообще такие играли вообще не моего пошли бы калибра я и не понимаю честно и тут вот уже просто сейчас буду пальцем в небо просто на все заставляет задуматься давайте выберем вот этого чувака с котиком больше не дума вот эту это тупо вот такая вот мимо меня наверное у каждого есть такие номинации которые просто все я не ну которые от меня далеки лучшее текущее что присуждается игре за выдающейся разработку постоянного контента а ну якобы все понял лучшая короче игра которая давно уже вышла но до сих пор хорошо играется я так понимаю которые со временем не менять впечатление от игры что у нас это интересно представлено у нас apix legend фэнл фэнтези фортнайт ми 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 дюо блять что и колодите warzone ну здесь наверное кто миллиарды долларов приносит своим с активизион blizzard совершенно верно колодите warzone наверное я в этом мне не нравится как в каком направлении пошла сейчас apix legend легенд вот это вот я в нее играл но понимаете мне не нравится что ли там блять ну что одна донатная помойка что 2 донатная такая игра да ну а apix вообще я не знаю скинчики разных там я не знаю всяких родцев можно делать я конечно же фортнайт вообще не для меня я не знаю кто мне как они играют может быть там строительства этого не было может быть она и прикольно бы посмотрелось бы я выбираю колодить warzone потому что люди играют получают кайф от этой игры нравится там хорошая стрельба вот хорошие сервера выбираем колодите идем дальше сколько же категории лучшая инди игра лучше инди ну без сомнения я здесь выберу сезона с 12 минут дверь смерти шифрование кена монстр духу героя петли я выберу дату вот этот луп хера потому что я очень часов 30 мне просто на скоком провел в ней она мне очень понравилась тем более она от наших соотечественников эта игра и конечно же я я очень рад что вообще ее заметили дашь она где-то там не затерялась на просторах стима что люди заметили эту игру начали трубить ну как трубить про нее говорить потому что тут эта игра без рекламного бюджета без ничего например если сравнить вот ее с этими же 12 минут она была там и по моему на выставках если не ошибаюсь и 3 ее показывали бы я всю эту игру тизерили она уже давно уже это совсем я бы не сказал бы что это инди у нее есть издатели все на свете там вот в этой вот не помню если луп хера издатель нет там пару чуваков и дело по моему пять человек если не ошибаюсь и она но я просто залип нее я выбираю луп хера что и вам советую потому что нужно поддерживать своих отечественных разработчиков конечно же без сомнения правда она мне подарила уйму 30 30 30 часов просто кайфа вот погнали дальше ох ты начинается лучшая мобильная игра и лучшая мобильная игра не знаю я не в одну из этих мобильных я вообще на моему на мобилках не играю я считаю что ну почему они не могут сделать хорошие крутые игры на мобилке что прямо такие вот сюжетная классная для меня мобильный гейминг это ну я его не воспринимаю серьезно хотя он приносит отличные деньги тут спору нет наверное есть какие-то игры там интересные свои хиты но для меня это все 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 мимо я не знаю это для домохозяйчик наверно что же тут мы выберем riot games давайте выберем pokemon пусть будет pokemon по крайней мере я мультики смотрел детстве то я тоже такая номинация мимо меня но я выберу pokemon насколько мне известно pokemon и так уже получил чуть ли там не первое место уже выиграл покемоны потому что это ниндендо следующая категория лучшая поддержка сообщества ты якобы куда моды лучше выходит или что или что это признание игры за выдающуюся поддержку сообщества призрачность и оперативность включая активно в социальных сетях обновления а исправление игры короче destiny 2 apix legend final fantasy for tonight и ничейное небо подожди ничейное небо это что это давайте-ка мы отключим переводчик английский вот так но манская да давайте я выберу все таки здесь но манская почему потому что смотря какая игра вышла на старте то что было на наобещал получается создатель игры там стрекороба а в итоге там получили люди совсем не тоже за что платили деньги но он потом бесплатно без каких-либо там платных deals и он сделал именно ту игру про которую он рассказывал и обещал вот я считаю это такие труды все таки да вот этот суп и изначально его вот это вот пиздобольство извините за выражение но он сделал игру ту про которую говорил я все-таки выберу но моим sky конечно же без вариантов вот следующая категория погнали так инновации являть какие-то тут у нас что-то инноваций в доступности представлено шеврале что причем тут севрале вообще признание программную или аппаратного обеспечения которые продвигаются ряду вперед добавляя функции технологии контент который помогает играть в игры на сегодня более широкую аудиторию чего блять ну якобы по графике они имеют ввиду очень красивая игра или что я немножко не понимаю эту номинацию инновации доступности или здесь движок какой-то я не знаю что они тут хотят который помогает играть в игре наслаждаться им более широкую аудиторию а наверное нет 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 все я понял понял здесь скорее всего в какой игре представлен получается вот у людей у кого например там виде только несколько цветов вот этих вот получается можно менять разные ну палитру цветовую кто плохо видит плохо слышит всякие спец возможности для людей с ограниченными какими-то возможностями наверное они это имеет ввиду я друзья выберу я знаю что очень сильно чисто вот чисто из-за уважения я выберу форса horizon 5 почему потому что я знаю я читал что компания microsoft сейчас начал очень сильно уделять внимание ну просить разработчиков чтобы они в своих играх вот именно делали чтоб каждый игрок независимо какой он там ну какие у него есть проблемы нет проблем чтобы он мог нормально играть там разные дальтоники и так далее в своих играх они там вот по моему хэлла вот этот вот до мультиплеер которых хэлла инфинит мультиплеер там они очень много там всякую фишек накрутили чтобы все люди практически могли играть там у кого у кого-то у супер-пилепсия не случилось по-моему это microsoft сейчас на это упирает и мы тогда выберем forza horizon 5 я думаю там тоже люди с ограниченными возможностями смогут спокойно поиграть в эту классную гоночку идем дальше лучшая виар игра хитман эхо одинаково обитель зла зла и так далее окей снайпер элит резиденты лучше виар игра короче хитман эксперт вот эту я вообще не знаю что за игра лэйн эхо резиденты вилл 4 давайте по-моему в резиденты вилл 4 повырезали там какие-то сценки повырезали сцены многие с игрой которые якобы казались ну что могут кого-то обидеть там блять разные гендеры и так далее там что такое там было вот я наверное но я выберу резиденты вилл 4 потому что таких ужастиках тем более ну очень мало наверное ну виар таких вот именно классика это возродили классику я проголосу за это чтобы еще больше таких крутых игр старых которые раньше давали целое направление в жанре до которые игры потом равнялись и не один год еще до сих пор на равняются некоторые там аспекты в этой игре в резиденты вилл 4 я выберу и этот резиденты вилл 4 так длинное видео получится но ничего страшного я обещал что я обосную каждый свой выбор постараюсь по крайней мере его обосновать лучшая экшен-игра лучшая экшен-игра ну смотри если получше там кооперативная игра наверное я бы выбрал бы наверное среди этих всех по по крайней мере back for blood ну а лучше экшен где лучше экшен где весело где вообще тут получается вот я сейчас смотрю на фар край 6 здесь и песочница хоть там есть свои проблемки убисопт как говорится не меняется ну чисто экшен самонатуральный экшен где вот прям вот мясо мясом это где-то back for blood и ретюрнул да ретюрнул то вообще на интересно такие под старые игры если кто играл раньше 16 битки на 16 битках вот на сеге мега драйв очень много было игр делать всякие на самолете ки летаешь и пульки а в тебя там во всякие снаряды со всех сторон летят там я не знаю шары клубы все на свете этот ретюрнул что это похоже как шину да подходит вот у меня просто я выбираю между ретюрнул back for blood но я выберу back for blood потому что но это экшен какой должен быть кровь мясо а расчлененка вот мы выбираем black for blood видите а вы меня все не боем называете там каким-то разбитом я еще за ретюрнул ни разу не выбрал погнали дальше мы только половину друзья прошли лучше экшен адвентура экшен приключения лучше экшен приключения опять одни и те же смотрим и лица лучше экшен приключения принципе мне тут уже и среди трех огней получать рэчард и кланг резидент и вилл вилл и марвел до чтобы выбрал я лучше экшен приключений лично для меня лучшие экшен приключения в этом году где прям вот задрочил игру а то да я это был рэчард и кланг мне очень она понравилась я кайфанул от этого хотя вот эти вот что марвел что резин ты был тоже имеет ну место наверное быть но я выбираю тонн это мой топ я имею best лучшая ролевая игра киберпанк кстати есть тут монстр хантер райс скарлетт нэксет сын мегами тэнсэй 5 и талис о варис ну лучшая ролевая игра наверно в плане что такое лучшая ролевая игра вот смотрите тоже киберпанк лучшего ролевая игра это игра там где я отыгрываю роль кого-то где я могу быть тем кем я например бы не ну по каким-то причинам не могу быть в жизни например в какой-то ролевой игре я могу стать там я не знаю магом да что в реальной жизни жизни это нереально вот для меня вот это вот само понятие она просто расплылась такой ролевая игра ролевая игра это когда ты отыгрываешь какую-либо роль и погружаясь в этого человека понимаешь вот в этот мир погружаясь я не знаю вот ну как это как сыграть в фильме каком-то только ты играешь вот получается вот монитор монитор смотришь назвал бы я лучшую ролевую игру киберпанк нет конечно почему потому что там как ролевая игра именно как прокачка если вы возьмем свое так делать какого-то персонажа там не похожего на других да здесь этого нету здесь как ролевая именно игра как сюжетная игра как сюжет да именно по сюжету если пробежаться киберпанк классно я просто объясню я не буду его выбирать но как ролевая игра это слабая очень понимаете так что к сожалению уж прости но ты не лучшая ролевая игра киберпанк ты лучшая сюжетная игра может быть да там почему-то там вот лучшие актеры были да было сейчас до этого номинация с лучшими актерами вот кого там выбрать почему там не было киана ривза вот если там был киана ривз киберпанка я бы за него проголосовал потому что там просто это шикарно было сделано когда вот получается вот компьютерного получается болванчика внедрили в игру и он грубо говоря там даже за него миссии если он тебе там постоянно появляется комментирует твои действия там это все круто было сделано без сомнения бы пет первое место наверное бы занял но там почему-то его нету а киберпанк вкинули в лучшую ролевую игру ну отлично конечно да игру какого юбля 2020 года 21 они ли она в этом году вышла нет она позато в прошлом году вышла сейчас номинирую двадцать первом году ну когда починили и понимаешь когда уже вот позорище это сошло нет ни в коем случае я выберу синми гам тэнсэй вот атлас сега лучше но это ни в коем случае вопрос не гни киберпанк блять какой-то блять рулевая разливая игра лучший лучший файтинг демон славера это получается я такой аниме смотрел клинок демона по моему он переводится вот юльти гир мэлти блуд даже такая игра есть это что это губка боб virtual fighter 5 вот тут тяжело для меня выбрать наверное я лишь играл virtual fighter 5 за эти игры игры я наслышан я смотрел ролики я смотрел на них обзоры как люди играют но я выберу virtual fighter потому что это virtual fighter это virtual fighter создал и и сузуки и сузуки это кто сделал одну из моих любимых игр шину первую вторую часть вот и третью так что мы выбираем virtual fighter идем дальше что здесь у нас best family смысле лучшая игра лучшая игра я так понимаю домашняя игра лучшая семейная игра но лучшая семейная игра и тут без сомнения супер вадимаре обли короче тут и покемона короче все игры практически раз два три игры от нинденда я выберу вот эту вот и так из ту на она просто классно и вот эта семейная игра вдвоем классно поиграть женой можно я за нее проголосую идем дальше что тут у нас лучший симулятор стратегия а джи афом перри из эвил джиниус по из пришел микрософт лучший симулятор стратегия ну тут наверное без сомнения почему тут ну игры разных общих жанров взяли в одну категорию вместили вот тоже я вот этого не понимаю почему почему а джи ну вот а живу империя и microsoft flight симулятор блять но на одном уровне сим стратегия как лучший симулятор лучший симулятор без сомнения дает на клык всем здесь это microsoft flight симулятор опять же грабли сколько и уже два или три года сколько это игре 2 но год точно она почему она делает тут многие игры которые на по появились в номинантах которые вышли еще позаду в том году они должны были в том году быть получается в номинантах а не в этом это настолько скупой понимаете год был игровой что даже блять старые игры сюда сейчас вмещают лучшая стратегия я просто тебя скажу это аджев империи все без вариантов лучший симулятор это microsoft flight симулятор ну я выбираю поддерживаем xbox game studio и лучший симулятор конечно же это вот это вот бессловно тут блять моего конкурентов просто нам все на это поприще нету пока не выйдет я не знаю там это тяжело очень будет бодаться и и и и 2 штурмовик какой-нибудь я не знаю новая часть ну вот погнали кто играл был 2 штурмовик ставьте лайк вас вот было время играл я еще такой себе этот покупал специально короче геймпад для управления для самолетами потом он у меня что-то плохо работал как то там получается вправо нажимаешь он но немножечко он нормально срабатывает а слева был люк ну не люк мертвая зона надо было нажимаешь нажимаешь а потом только начинает срабатывать я вас занес в магазине сдал ну а мы заслуженно отдаем именно как лучший симулятор это microsoft лучшая стратегия к сожалению не могу две выбрать это отчуфом перес вот это вот пошли дальше лучше спорт лучше лучше спорт и гоночки тоже опять взяли спортивную игру именно взяли отдельно лучший рейсинг бы назвали да блять так скомканно все тут лучше спортивная игра рейсинг ну блять причем тут фифа бля до рейсинга я не понимаю здесь давайте будем расценивать лучший спорт ну у фифы у фифы вообще нету конкурентов понимаете в этом плане футболе вот лучше рейсинг конечно без сомнения я выберу здесь опять подержу xbox game studio я выберу forza horizon 5 она блять просто на все вне всяких сомнений лучше всего вот этого представленного говна здесь хоть вилс еще добавили ну отлично потому что forza horizon это чешек с чейну погуще до люди ругают очень сильно эту игру что она практически там все то же самое что и было в хорзах forza horizon 4 но блять а как делаются хорошие сиквелью сделай всего того же только побольше и получше вот и раздай ее бесплатно ну как бесплатно там за подписку в xbox game pass здесь конечно же мой голос без сомнения это самая лучшая гонка у этого года это forza horizon 5 вот погнали дальше лучший мультиплеер а лучший мультиплеер с друзьями black for blood к нокаут сити чего блять так из ту монстр хантер new world в алхейм я знаю в алхейм очень сильно прогребела игра такая по игра которой никто ничего не вязал там это в алхейм это получается там что-то викингами бегаешь поселение свой строишь там вот но для меня это понимаете вот так из вот эта вот игра и так из ту она больше наверное я назвал бы опять почему так они лучше мультиплеер лучше кооп если бы тут была такая номинация лучше кооперативная игра я считаю лучшая кооперативная игра это так и сту а мультиплеер для меня вот как понятие для вот такого жителей снг получаются мультиплеер это все-таки когда игра все-таки по сети согласитесь да потому что тут тоже по я так понимаю по сети вот спокойно можно играть а не только локально там сидя перед мониторами ли пить или перед телевизором но для меня все-таки понятие лучшим у них таки смазанное понятие ли у никакие они ограничены там мир не понимаю сделали блять больше букв номинации половину потери я не знаю, или меньше, но более четких их. Лучший мультиплеер это все-таки для меня, это когда игра по сети. По сети с игроками, которые там кто-то находится совсем в другой стране, за тысячу, за две тысячи километров от меня, это для меня лучший мультиплеер, а не и, наверное же, вот, тут очень хорошие, тут номинанты очень тяжело выбрать, Black for Blood, New World от Amazon, получается, вот эта новинка, Valheim, ну, посмотри, опять же получается, New World, это ММО, это многопользовательская онлайновая игра, понимаете, где там, я не знаю, чтобы вы понимали, там, такой World of Warcraft, понимаете, вот, что раньше было, кто не понимает, что такое массовая многопользовательская игра, наверное, лучший мультиплеер там, наверное, люди сюда идут, я дам свой голос в New World, потому что, хоть и сейчас там онлайн просел, но было время туда, люди просто навсего, и это платная игра, кстати, это не условно бесплатная какая-то, да, и Valheim тут, я дам свой голос за New World, да, хотя ее вот хейтят люди, ну, не люди, вот эти, блогеры наши, любимые, очень хейтят эту игру, но в эту игру сейчас играют, в эту игру ломают экономики, что-то пытаются там, я не знаю, там идет жизнь, там идет бурление, там что-то пытаются все время поломать, экономику как-то это, сервера обрушить, там вот люди все, что-то там, блин, как вот эти вот черви копошатся, я думаю, в этом плане это лучшая мультиплеерная игра, ну, если бы не было пьё, я бы, наверное, выбрал бы Valheim, но так как есть New World, это без сомнения, не слушайте никого, это игра с большими задатками, и наконец-то хоть Amazon что-то более-менее достойное высрало за все эти годы, так что, мое почтение и уважение, и мой голос, я даю New World, идем дальше, так, контент, креатор, чего, блядь, креатор, это что это, кто это такие, блядь, это блогеры такие иностранные, или что, автор контента года, для стримеров или создателей контента, которые оказали важно, положительно влияли на сообщество, ух ты, а я не знаю тут никого, вот, я за этого слышал, а, это Греф и Бай Дрим, я не знаю, за кого, кто тут такие, я с ними не знаком, что это вообще за люди, что они делают, что они из себя представляют, а, а, чисто просто выберу, вот, хочу вот этого, потому что они не позировали перед камерами, на, блядь, на 300 мегапикселей, свои рыло не фотографировали, а просто на все, вот этот вот человечек, в виде мужского члена, блядь, выберем его, короче, выберем за самую креативную аватарку, они для меня никто, и звать их никак, как я для них, ну, понимаете, как и вы все тоже для них, а то вы смеете, сидите, но я выберу вот это вот, мужской половой орган, блядь, пусть, пусть будет это, так, лучший, лучший дебют, лучший дебют инди, окей, что тут у нас, Artful Escape, For Goyze City, это, по-моему, вот эта игра, по-моему, это на движке, это Skyrim, только мод для Skyrim, оброс новой игрой, короче, мод от Skyrim превратился, в игру, блядь, в отдельную, по-моему, это вот эта игра, и это она, просто по картинке, я так понимаю, Kena, вот, Exclusive PlayStation, Sable и Valheim, лучший дебют Индии, ну, конечно же, здесь, у меня вот тут только два, два прецедента, это получается вот это вот, The Forgotten City и Valheim, вот, что это, что это, классное, вот, тут не очень много людей делали, такие энтузиасты, сделали классную игру, но я выберу Valheim, потому что, пришлось мне ранее пропустить Valheim, но Valheim встряхнула, неплохо так, продалась, и просто на все, продалась не хуже AAA блокбастеров, и люди в нее просто на все, она там била все чарты в Стиме, вот, по онлайну, вот, это нужно отметить, и Valheim классно, я вообще-таки, лучший дебют, это все-таки, наверное, я выберу Valheim, вот, все-таки, нашлось место, где я смогу отдать свой голос, идем дальше, друзья, лучше, чего, блядь, лучше, анти, мой, мой английский, мама не горюй, блядь, что тут, самая, а, самая ожидаемая игра, все окей, самая ожидаемая игра, Elden Ring, God of War, Ragnarok, Horizon, Horizon, Forbidden West, Legend of Zelda, и Starfield, лучше, ну, как этот, как мой топ, да, как мой топ лично, Elden Ring, я не являюсь поклонником, я до сих пор, у меня, блядь, лежит этот Bloodborne, я его так не прошел, да, вот, я не являюсь, Elden Ring, для меня не самая ожидаемая игра, остается, что у нас, God of War, Ragnarok, вот, на заметочку возьмем, есть еще, Horizon Forbidden West, Horizon Forbidden West, тоже мимо меня, я не, ну, я, конечно, я, наверное, жду, чтобы она вышла, но я не горю желанием, чтобы прямо в нее играть, да, это просто, на все, Мастардонт, классика, это, Легенда of Zelda, Брэйдж, живая, от Nintendo, и Starfield, да, что мы получим в этих играх, вот, я вам объясню сейчас свой выбор, два, три, четыре, в четырех, плюс-минус мы все знаем, да, God of War, Ragnarok, тупо за то, тупо за то, что теперь, Sony обещала, что она будет, тот, кто купит версию для PlayStation 4, получит, якобы, чуть ли там, не бесплатно, версию для PlayStation 5, просто, грубо говоря, файлик скачается, с настройками графики, да, вот, а, потом отменило, сказали, будете за Next Gen доплачивать, в виде, в году вар Ragnarok, я не выберу, для меня близко, это году вар Ragnarok, вот эти вот, вот эти вот игры, да, вот, вот это, вот это, и вот это, я не буду выбирать, в году вар Ragnarok, она у меня, не самая ожидаемая игра, мне бы было бы очень интересно посмотреть, на что способна Bethesda со своим стартфилдом, вот какой будет стартфилд, сможет ли он, как что-то, ну, я не знаю, сделать какое-то новое слово в жанре, или сделать второй же Skyrim, только в космосе, Skyrim величайшая игра, да, я больше всего, мне очень интересно посмотреть, какой получится стартфилд, потому что про эти игры, более-менее мы знаем, это будут те же щи, только погуще, понимаете, не немножечко они там, что-то может быть, ну, навряд ли что-то они кардинально, какую-то механику игры поменяют, да, а стартфилд, чем вот такая вот, кот в мешке, что это будет, стартфилд на новом движке, Skyrim, то есть на новом движке, только в космосе, вот интересно мне знать, или что это будет, или сами они знают, что это будет, я выбираю стартфилд, тот вместо него, чисто из-за того, что мне просто очень интересно, если у Bethesda получится сделать вау, мама, не горюй, я куплю себе Xbox, ну, или, по крайней мере, подписку Game Pass, не через Аргентину, нет, как положено, как положено, куплю за фулл прайс, бляд, как положено, за 10 долларов в месяц, куплю и за месяц ее пройду, на ПК, вот, я выбираю стартфилд, не за того, что я мечтаю поиграть в нее, нет, мне просто интересно, вот, как человеку с богатым опытом игровым, да, мне не обязательно во все играть, мне просто хотя бы, мне очень интересно поглянуть, что у них получится, я очень хочу, чтобы у них получилось, потому что, от успеха стартфилд, зависит, то, какая будет Sony, PlayStation подразделение, понимаете, если стартфилд окажется офигенным, Sony что-то нужно будет предпринимать, идти на какие-то уступки, на которые бы она до этого не пошла, для своих пользователей, да, Sony боев, чтобы, нет, ты не покупай там себе, там, Game Pass, или там, приставку от Microsoft, смотри, у нас тоже вот что-то есть, вот тебе бесплатно там что-нибудь дадут, они, понимаешь, вот, так что я, конечно, выбираю стартфилд, вот, нежданчик, да, наверное, вы думали, сейчас год у варок дорог, да нет, что год у варок дорог, появились очень много вопросов, год у варок дорог, когда они показали, там, вот этого толстого, кто там, Тора, или кого там, я не помню, уже показали, потом разных, разных персонажей, которые, как-то мне, не очень нравятся, ну, я не буду говорить, YouTube это не любит, вот, идем дальше, так, лучше, это что, это, лучше, получается, киберспортивная игра, да, Call of Duty, Dota 2, League of Legends, Valorant, Counter-Strike, Global Offensive, ну, это, я так понимаю, лучшая игра, по которой турниры там делать, ну, это, конечно же, Counter-Strike, мама, не говорю, иди по трипер пистолет, где мои 15 лет, друзья, Counter-Strike, я до сих пор, то удаляю эту игру, то устанавливаю, то удаляю, то устанавливаю, Counter-Strike, просто сожрешь здесь всех, Call of Duty, это, это вообще донатная помойка, понимаете, там, где, блядь, ускорение прокачки, это все можно покупать, вот, ну, это вот мастодонты, все-таки, Dota 2, все же, я считаю, что Counter-Strike, более, хоть и по ней, по ней проводятся, да, чемпионаты, сейчас вот, ребята, получается, с Украины, с России, там, да, команда выиграла, вот, этот, очень большой денежный приз, по Dota 2, Лига Легенд, ну, они все классные игры, наверное, есть фанаты, наверное, кто смотрит сейчас ролик этих игр, но я все-таки выберу, Counter-Strike, Global Offensive, ну, потому что, потому что это Counter-Strike, такой второй игры, наверное, еще вот, именно с таком бэкграундом, с такой вот историей, блядь, ну, нету, конечно, мой топ, я выбираю Counter-Strike, хотя я никогда не был там фанатом Counter-Strike, я просто очень сильно уважаю эту серию, тут все достойные игры, по-своему, у всех есть, спокойно могут быть свои фанаты, и я не имею права осуждать, но я, я выбираю Counter-Strike, уже подходим к концу, лучше, короче, бля, этот, кто там, лучше, киберспортсмен года, блядь, короче, Симп, вот этот чувак, хуя, а, шоу-мейкер, Магомед, Калипс, Хахов, Симпл, и Тайсон, а Симпл, он же, по-моему, знакомый, он, по-моему, где-то он еще появился в какой-то игре его лицо, вот, я выберу, не Александра, а я выберу Магомеда, Калапс, Халилов, потому что, ну, я не знаю, хочу этому парню дать поддержку, а, не, не хочу, нет, пизду, смотри, у него на майке написано паримач, паримач, это вот это вот, блядь, где вас обуют и без ничего оставят, ставки рекламируют, которые, не, 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 тогда все-таки, не знаю, этот, по крайней мере, что там показывает, свои значки, выберем вот этого чувака, все-таки придется Симпл его выбрать, вот, этот паримач все идет нахуй, и идем дальше, что там у нас, лучшая киберспортивная команда, Атлант Фейс, Кия, Нави, ребята, русскоговорящие все, я не знаю, ССНГ с бывшего там, блядь, я не знаю, бывших стран Советского Союза, ну, конечно же, это же должна быть Нави, блядь, ну, Контер Страйк, Глобал Офенсив, все, тут без вариантов, что тут, какие тут, Валоранты, какие доты, лолы, шмолы, все, нет, это, конечно же, лучше, лучше тренер, да, лучше киберспортивный тренер, ну, блядь, я не знаю, давайте, я чисто голосую, опять паримач, ну, боже ты мой, не, ну, я все понимаю, паримач, бабки хорошие влаживают в них, тут, ну, я, конечно, шучу же, ну, я выберу еще раз, я чисто подержу Нави, один X-B, блядь, еще один, епта, тогда лучше пусть уже паримач будет, давай, вот этого выберем, идет он нахуй, со своим X-B, там, вот, вот этого чувака выберем, просто тупо, я не знаю, мне вот эти категории, блядь, ни о чем не говорят, лучший, Авент, который был в 21-м году, Лига оф Легендс, World Championship, International 21, Major Stockholm, Pubg Mobile, и Valorant, я, мы, вот это вот выберу, Major, Stockholm 21-го года, вот его, по-моему, на этом Major, если, ну, было вот это, блядь, по Counter-Strike, выберу их, ну, нет, по-моему, они на интернационале, там, в 21-м году, да, вот сейчас, вот, вот эта русскоговорящая команда, выиграла, вот это вот, получается, первое место, там, где по телеку, про них говорили, да, я хочу вот эту поддержать, по-крайней мере, здесь, вон, людей, он много сидит, ну, людей хоть запускали, ну, тут такие уже, которые, ну, для меня посредственно, все, все, друзья, вот мы проголосовали, вот такой вот выбор у меня был, я, по крайней мере, постарался, своем, вот, обосновать, как вы видите, здесь все было непредвзято, что я там, блядь, за какие-то там, только выбирал те игры, дедлупов было много, то там, где на PlayStation выходило, нет, я все честно, был с вами искренне, пишите, согласны ли вы со мной или нет, мне будет очень интересно, ваше мнение, ну, все, два ядра, три гига, боевые тюлени, там, пропускали все на свете, все, пока, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк, все, чао бомбино, си бруино, санта плешко, сан телешко.